Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых событиях фундаментального характера, о новостях и триггерах, оказывающих самое значительное и большое заметное влияние на торговые инструменты, которыми мы спекулируем. Как и всегда, традиционно предлагаю начать с нефтяного рынка, который поднимает нам настроение прямо с самого начала брифинга, да и в принципе своей динамикой в ходе торговых сессий, потому что бренд для нас оставался активом долгое время, которое мы покупали и таковым он остается и сейчас. Мы зарабатываем на бренде, потому что мало-помалу этот инструмент двигается к новым локальным максимумам. В частности, неделю назад мы констатировали уровни трехмесячного максимума, сейчас приближаемся уже к тому, чтобы назвать все котировки уже поближе к 70 долларов за баррель. Я думаю, что это будет очень круто, если мы до конца этого года сможем развить достаточное ралли, чтобы успешно протестировать данное сопротивление. Ну, очень много оптимистичного здесь расклада, нужно не просто добраться до уровня, а успешный тест, это еще и означает закрепление выше, но я, друзья, буду продолжать визуализировать специально, в том числе и для вас, тех, кто разделяет такую же позицию, чтобы мы заработали на этом активе еще больше. Локальный максимум вчерашнего дня 66,41, сейчас мы чуть-чуть пониже торгуемся, как и ранее ставим на то, что поддержку активу оказывает хорошее рыночное настроение, триггером для улучшения рыночных настроений послужил прогресс в переговорах США и Китая. Я детально, опять же, эту тему разворачивать сейчас не буду, вы прекрасно знаете, о чем договорились и что мы ожидаем. Напомнили, что первая фаза торгового соглашения, если ничего не изменится, будет подписана уже в самом начале 2020 года. И трейдеры, которые традиционно анализируют рынок нефти с точки зрения долгосрочных перспектив, безусловно, разобрали по полочкам влияние этого новостного фона на две обязательные составляющие любого сырьевого рынка. Это спрос и предложение. Почему, подчеркивая позитив, связанный с улучшением рыночных настроений, я делаю акцент на прогресс переговорах США и Китая и еще на достигнутые договоренности по снижению производства нефти? Друзья, так это потому, что этот фонд полностью определяет соотношение спроса и предложения. В первом случае, при прогрессии в дальнейшем, США и Китай подпишут торговое соглашение, и это приведет к оздоровлению мировой экономики более высокому спросу. Что касается стран ОПЕК, то они как будто бы думая наперед, через проактивную позицию, допуская, что все-таки есть риск того, что рост приложения будет опережать спрос, решили немножко притормозить с активностью национальных, таких страновых, буровых, и это привело к решению дополнительного сокращения производства на 500 тысяч баррелей. Поэтому в плане спроса и предложения пока что все складывается очень хорошо и нет причин негативить. Если США и Китай снова упрутся во что-то в плане переговоров, может быть, есть, друзья, даже такой расклад, что и первую фазу не подпишут. Мы не знаем, с каким настроением Трамп, опять же, войдет в овальный кабинет завтра. Но есть такой риск. Мы об них поговорим, о том, если он реализуется. Сейчас пока что это лишь гипотетическая такая версия. Есть позитив, мы его отыгрываем. И к тому же, благодаря статистике вчерашней по запасам, у нас появился еще и локальный триггер. Запасы, как мы и прогнозировали с вами, снизились на один с небольшим миллион. И этого достаточно, чтобы использовать этот фонд в качестве дополнительного топлива для роста котировок к нефти. Доллар иена 109.58. Ситуация не изменилась за последний торговый день, потому что на рынке не появилось новых триггеров. Такие триггеры появятся. Например, завтра, когда выйдут данные по личным доходам, по личным расходам американских потребителей, по темпам экономического роста. Я делал на эти релизы акцент ранее, потому что, учитывая важность этой статистики, мы сможем снова посмотреть, как изменилась рыночная вероятность того, что Федрезерв пойдет на снижение процентной ставки в первом квартале 2020 года. И если действительно данные разочаруют, это скажется на росте этой вероятности и позволит нам, скажем, отыгрывать снижение доходности американских облигаций через ослабление доллара. Но это, опять же, только завтрашняя торговая сессия. После того, как выйдут отчеты, в понедельник мы, безусловно, обо всем этом поговорим. Важная тема для многих, вот даже в комментариях, видел относительно импичмента американского президента. Честно говоря, друзья, до него дело дошло. Палата представителей официально отстранила от должности Трампа. Но, как вы прекрасно видите, рынку особо-то и пофиг. Потому что никакой реакции мы значимо не увидели. Даже какой-то маломайский отчет обычно приводит к более интересным движениям. Связано это с тем, друзья, что для того, чтобы эта процедура была окончательно и полностью оформлена, нужно, чтобы точно такое же положительное решение прошло еще и через Сенат. Но проблема в том, что ни один республиканец не отдаст свой голос за отстранение от должности Трампа. Учитывая то, что Сенат ассоциируется с республиканцами, понятное дело, что в ближайшие дни Сенат полностью реабилитирует Трампа. Это очевидно, ясно, известно всем. Поэтому на этот новостной фон и какие-то политические дебри США никто не обратил внимания. Потому что там самый настоящий маскарад. Я тоже предлагаю на это внимание особо не обращать. В общем, ждем завтрашние отчеты. Если данные выходят хуже ожиданий, доллар снижается, мы с вами возвращаемся к идее того, что мягкая американская монетарная политика должна все-таки стать следующим основным определяющим катализатором для движения пары. Если же все-таки на следующей неделе мы увидим тест удачный сопротивление 110, то, как я уже говорил, будем менять свое позиционирование по этой валютной паре. Евро против доллара 1,1128. Базовая инфляция, друзья, в месячном выражении снизилась в еврозоне на 0,5%. Господин Лайтхайзер накануне сообщил о том, что США всерьез сейчас рассматривают возможность введения тарифов на европейские товары. И все это для того, чтобы хоть как-то противостоять, либо бороться, или лучше, скажем, добиться того, чтобы сократился постоянный дефицит торговли между странами. Я всегда говорил, что США очень лихо могут взяться за Европейский Союз тоже со всеми вытекающими отсюда последствиями. По евро против доллара ждем возвращения пары ближе к уровню 1,10. Фонд против доллара 1,3085. Очень важный день сегодня, друзья. Это заседание Банка Англии, ставка, протоколы, прогнозы, роничные продажи, распределение голосов. Все это интересно. И все это в рамках одного торгового дня. Супер четверг, обычно это называют, день. Я в конце прошлой недели допускал, что мы, скорее всего, будем наблюдать позитивную динамику по фунту после победы консерваторов до, опять же, заседания Банка Англии. А уже после заседания Банка Англии, напротив, распродажи должны будут уже активизироваться. Инициатива перейти к продавцам. Сейчас, полагаю, что по-другому, опять же, будут обстоять дела сегодня, потому что накануне вышли данные по инфляции. Которые указали на то, что индекс потребительских цен, в принципе, не слабеет, так как хотели бы увидеть это скептики. Поэтому Банк Англии сегодня, возможно, будет меньше аргументов для того, чтобы анонсировать возможность влечения монетарной политики. Если этот сценарий оправдается, друзья, то, соответственно, после сегодняшнего заседания британская валюта, наконец-таки, сможет восстановиться. И пока держится поддержка на уровне 1.30, вероятность этого, конечно же, крайне высока. Доллар канадец 1.31.14. Вчера данные по индексу потребительских цен. Рост значительный, мне кажется, максимальный за несколько лет. 2,2% в годовом выражении с 1,9%. Надо еще чуть подразобраться с этой статистикой. На основании чего такой сильный контраст с прогнозом. И, в принципе, на основании чего мы увидели инфляцию на таких высоких значениях под конец 2019 года. Завтра, друзья, выйдут роничные продажи, которые, по прогнозам, вряд ли поддержат канадца. Соответственно, после завтрашнего релиза уже будет точно ясно, стоит ли нам и дальше поддерживать идею скорого смягчения монетарной политики в Канаде. Пока что, так же, как и в ситуации с фунтом, мы держимся выше важной психологической поддержки 1.30. И в этом связи нужно быть спокойным тем, кто пару покупает. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.